Доброе утро, ребята! В эфире Зошкины. Привет, мальчики и девочки! Зошкины – это такая фамилия от слова ЗОЖ, и это значит «здоровый образ жизни». Вас ждёт интересная и полезная информация от национальных проектов России. А можно я яблочко возьму, которое у нас на тарелочке лежит? Конечно, можно, Хрюша, но что нужно сделать перед тем, как есть яблоко? Нужно сказать вам спасибо за яблоко. Огромное спасибо. Хрюша, ты очень вежливый сегодня, но я не «спасибо» имела в виду. Вот что нужно сделать перед тем, как что-то съесть? А-а-а, догадался. Вы намекаете, что нужно помыть руки перед едой. Так вот, я сегодня весь помылся с утра. Ну, это тоже хорошо. Но опять не то, что я имела в виду. Да что же нужно сделать-то перед едой? Ха-ха-ха-ха, вспомнил. Нужно сфотографировать свою тарелку и выложить в интернет. И подписать. Вот какой у меня милый завтрак. Все звёзды так делают, а я звезда. Так, дорогая звезда Хрюша. Это опять не тот ответ, который я ждала. И сейчас будет подсказка. Вот у меня есть микроскоп. Есть стёклышко для микроскопа. Сейчас я это стёклышко приложу к тому яблоку, который ты хочешь съесть. Вот так, с разных сторон. Теперь мы это стёклышко укладываем под микроскоп. Ну-ка. Ох, прекрасно. А теперь, Хрюш, посмотри в микроскоп. А-а-а! Ой! Ой, какой кошмар! Там полчища микробов. И ещё что-то странное. А с виду яблоко такое чистое и блестящее. На плодах из магазина могут быть не только пыль, грязь, а в них вредные микробы. Часто на кожице есть ещё и яды-химикаты, которыми растения обрабатывали во время роста. А также воск и парафин, которые используют, чтобы фрукт, например, блестел и дольше не портился. Если всё это попадает в организм, то может возникнуть инфекция или аллергия. Поэтому овощи и фрукты обязательно нужно мыть. Я всё понял. Давайте мыть и есть яблоко. Подожди, Хрюша. Вот сейчас к нам в гости придёт Маруся. Всем привет! Привет тебе, привет! Марусечка, скажи, пожалуйста, а ты ешь фрукты и моешь ты их сама или тебе мама моет? Я ем все фрукты и мою их сама. Ого! Прямо все-все-все фрукты. Да, и бананы, и мандарины. Какой положительный во всех отношениях ребёнок. А зачем? Зачем ты моешь бананы и мандарины? Мы же не едим кожуру, а внутри банан чистый. Ответь-ка, Маруся, Хрюша. Потому что на кожуре бананов и мандаринов тоже есть микробы. И мы, когда их чистим, это всё переносим внутрь. Совершенно верно. Поэтому и мандарины, и бананы, и яблоки нужно мыть. Вообще фрукты моют в проточной воде. И сейчас следующий вопрос. Но перед ним мне нужно надеть перчатки. Что за вопрос будет такой с перчатками? Итак, вопрос. А вот с такой грязной морковкой как нужно поступить? Тоже щёткой почистить. Тоже так думаешь, Хрюша? Ну, да. Дело в том, что щёткой подобную грязную морковку не очистишь. Нужно сначала на некоторое время замочить её в тёплой воде. Она отмокнет. А потом уже можно её помыть. Вся грязь сразу выходит. Точно. Вся грязь сразу выходит. А вообще, как вы думаете, что сложнее всего отмыть? Я знаю. Арбуз. Потому что он большой. Арбуз как раз легко отмыть. Я знаю, что самая сложная – зелень. Потому что в ней много листиков мелких. И там вся грязь застревает. Умница, Маруся. Совершенно верно. Сейчас покажу, как отмывать зелень. Так, вот у нас тут зелень, которую сложно отмыть. Зелень тоже моют не проточной водой, а замачивают в большой миске с водой. Промывают каждый стебелёчек и эту воду ещё и меняют несколько раз. А ещё есть один проверенный рецепт, который использовали наши прабабушки для очищения зелени от микробов. Мамы, возьмите на заметку. Можно выдержать зелень полчаса в растворе. На литр воды одну столовую ложку соли и одну ложку уксуса. Так, я всё понял. Нужно мыть всё, что можно. А пельмени тоже нужно мыть. Ты что, Хрюша? Они же размокнут совсем. Я ни разу не видела, чтобы пельмени мыли. А макароны моя мама промывает после того, как они сварились. Очень правильный ответ. И последний коварный вопрос. Так. А что нужно делать с куриным яйцом? Его точно можно мыть. Оно не размокнет. Как пельмени. Правильно, Хрюша. На заметку хозяйкам. Сырое мясо и птицу невозможно полностью избавить от бактерий. Вода в кране недостаточно горячая. И многие микробы затаились внутри мышечных волокон. Поэтому нужно просто обмыть их, а потом хорошо проварить или протушить. И не забывайте, после того, как помыли мясо, помыть и раковину с моющим средством. И только после этого можно класть в неё другие продукты. Ого, а это даже интересно. Я люблю наблюдать, как кто-то готовит еду. А я и сама люблю готовить. Я умею готовить котлеты, сырники, блинчики и салаты. Да ты настоящая маленькая хозяйка, Морося. Дорогие родители, соблюдение простых правил гигиены поможет избежать неприятных последствий и снизит риск различных заболеваний. Более подробно на портале Минздрава России такздорова.ру И на этом сегодня всё. Ребята, ждём вас в клубе Зошкиных. До следующей встречи.